в общем всем привет мы решили все поменять и планы следующий по утрам когда они делают уроки но занятия свои домашние я работаю за компьютером вообще не иду не в душ не спортом заниматься ничего просто работаю и делаю все то что я откладываю постоянно сделать днем маску на лицо что же накладываю вот я буду работать до 12 потом приготовлю потом приготовлю обед накормлю всех потом только пойду уже спортом заниматься а вечером обучающие программы и домашняя уборка вот такие планы сейчас получается кушать приготовлю ну да и быстро в обед мы что-нибудь очень быстро едим плюс убрать кухню мне нужно каким-то образом распределить потому что курсов я купил аж 3 значит первый курс который я купила это коммунити менеджер на французском языке я купила и еще один у какого-то украинского специалиста то же самое только на русском языке плюс альбина в инстаграме мне прислала кучу всякой информации потому что очень продвинутый человек в этом плане она мне прислала информацию каким образом продвигать инстаграм странички то есть нужно тоже поработать немного над этим потому что она не прислала очень много советов я хотела бы сразу там не откладывать долгий ящик тем более что долгого ящика сейчас нет решила этим заняться плюс вчера еще оплатила и начиная с завтрашнего дня это курс фотографии со смартфона но которые фотографии которые хорошо пойдут в социальных сетях и поэтому я сказала себе у кей значит у меня есть вот эти вот три курса которые я хотела бы пройти плюс уроки детьми у кей это делает жужука плюс много времени на том плюс немного времени на детей потому что по вечерам надо там читать им книги и прочее и немного времени на себя потому что потому что я этого достойно почему я должна объяснять почему вот и как каким-то образом нужно все это в кучу собрать плюс мне еще нужно заниматься спортом поэтому что-то мне кажется этого всего карантина мне не хватит на все мои планы я еще не заглядывала в свой список планов в телефоне так что сегодняшний день расписан тоже поминутно практически плюс дома престарелых не пускают сейчас семью детей вообще никого то есть они закрыты и человек который работает там добрая душа сказал не могли бы ваши дети например мои дети других людей которые здесь живут записать им какие-то видеопослания поэтому сегодня у нас еще рисунки и видеопослания для престарелых в домах престарелых простите за тавтологию так что вот сейчас я сделала пиццу и продолжим наш день закрытом доме в принципе так отстирались да по сравнению с тем что было вчера прям был черный такой грибок но не все хотя на ночь вообще просто замочила их в хлорке только сегодня мыло 3 тысячи как бы ну не совсем белая но по крайней мере по сравнению со вчерашним днем вот еще здесь вот осталось много конечно ну хотя бы вывела сам грибок поэтому сейчас не соединит обратно к аппарату и буду массировать себя есть у меня положительная такая черта я умею признавать свои ошибки но есть отрицательная я продолжаю наступать на те же грабли вот сколько раз я уже говорила себе еще в нормальные времена типа пойду в спортзал после обеда потому что утром я типа выгляжу не очень хорошо чтобы людей не пугать буду ходить после обеда никогда мне не получилось пойти в спортзал после обеда мне не хватает мотивации а утром как-то только проснулся выпил кофе или не за там воды стакан да и все пошел заниматься спортом особенно сейчас почему сказал что буду после обеда это делать если сейчас вообще никого нет проснулся с утра пошел туда возле бассейн никто на тебя не смотрит снимайся а не хочу нет же я там какой-то якобы план составила который никогда не работает и вот сейчас уже почти четыре часа вечера я до сих пор не могу себя заставить пойти и вы заниматься спортом еще потому что очень холодно прекрати нюхать что я хотела сказать хотела сказать что надо себя пристыдить люди живут в квартирах выйти не могут тут такой шанс становись у тут там массажик в отдела и он там побега и не на люди сейчас готовы были год жизни отдать за такую малость а я блю ой видишь ли но грабли наступила там какие-то нашего прекратите нюхать в общем стыд и позор на набрать и заниматься массаж хорошо удался то мне прям знаете вот эти вот части на ноги так сильно болели видимо эта штука особо так на все тело не работает а вот именно на икры работает мне посоветовали еще взять резинку одеть вот так на ноги и ага а как даже если резинку одену предположим об как мне ее так сделать чтобы она между ногами и вот этой штукой было вот чем просто ну ладно все равно все магазины спортивные закрыты по этому резинку и все равно не найду поэтому буду продолжать заниматься на своей ржавой железяки пока я вывешивала белье выяснилось что как это называется карантин этот на французском запомните это слава комфином так лучше звучит продлили аж до 15 апреля так что серии в закрытой франции в закрытой франции на французском вторая ошибка тогда все остальное что я должна сделать в интернете что вы скажете я делаю там такого в интернете на самом деле очень много административных вопросов плюс я переношу видео с одного канала на другое то тоже занимает время дополнительный монтаж ну там небольшой но время это занимает и это делать после обеда уже потому что когда поставлю осторожно доченька здесь горячий чай ты что-нибудь хочешь иди расчешись и тогда проси сделай хвостик красивый потом придешь попросишь у мамы что ты хочешь я только от красивых девочек предложение принимаю да вот вечером получается та работа которую я должна сделать раз если это административные вопросы мне стыдно в этом признаться но 11 лет спустя жизни во франции я все равно нуждаюсь в помощи своего супруга то есть он мне до сих пор помогает делать какие-то официальные письма например да сейчас их стало еще больше вот ну и плюс если я допустим ставлю на загрузку и делаю монтаж какого-то видео то в это время я как бы в кавычках освобождаюсь то есть я могу как раз и убирать в доме в то время пока идет монтаж вот пока вот такие я сделала заметки попробую завтра по-другому организовать свой день но завтра суббота поэтому уже будет по-другому потому что завтра это как бы выходной день нужно тоже оставаться в обычной жизни несмотря на то что мы там в закрытой франции сейчас находимся нужно каким-то образом соблюдать свой режим недели как минимум поэтому завтра суббота будет суббота какая она была до этого потом будет воскресенье в общем продолжаем нашу жизнь а ну еще во второй половине дня они уже не заняты ничем практически и бесятся бегают поэтому сосредоточиться точно не получится я в любом случае сейчас попробую позаниматься но чем это закончится пока не знаю поэтому все таки лучше утром настроиться позаниматься пока они тоже делают уроки а уже вечером делать какую-то работу где можно отвлекаться на их вопросы и отвечать им я позанималась теперь у меня пио занимается с папой не с папой который мой муж а с папой моего мужа они там занимаются они там все разговаривают вы спросите почему не мы занимаемся с детьми почему дедушка так я скажу потому что он раньше был преподавателем в школе потом он стал директором в школе а потом он ушел на пенсию и почему бы не совместить приятное с полезным он вспомнит чем он жил а дети правильно будут учиться а не так как мы их учим так вот это сделаем вот это сделал правильно неправильно в общем у него больше все таки навык преподавания поэтому пусть он там уже и Еленочку подключил так что они всех учат он больше тебя уже это видела он кушает больше тебя поэтому растет быстрее у тебя только пузико растет только пузико кошак бедный кошак ну понимаете да чем я сейчас занимаюсь понимаете я мою пакетики я мою курицу короче если бутылку вина можно просто помыть например то мясо мы моем с разных сторон но оставляем в свежем виде то есть не замораживаем дальше от кофе мы принесли и сразу мы в большой пакетик высыпаем то есть маленький выбрасываем сразу чтобы картонка дома не хранилась и высыпаем в большой пакет не дотрагиваясь особо руками что касается хлеба вот прямо вот так в перчатках берем и складываем в морозилку по нормальному вирус не убивается в морозилке но мы потом его разогреваем в духовке таким образом убиваем вирус поэтому вот такая вот работа у нас не успела вам снять но жужука показывает как нужно приводить себя в порядок после того как пришли с магазина моет руки по локоть и потом нос и рот полоскает полностью дезинфекцион да ну это ты ты просто говоришь это с русским акцентом на самом деле будет дезинфекция дезинфекция ну вот видишь молодец папа молодец папа понравился наш канал не забудь подписаться и жми на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео то я так знаю Продолжение следует...